Протоколы испытаний, часть 5. Имя доктор Арман и агент Макнайт. Дата 2017 год. Предметы для обработки. Три экземпляра книги «Властелин колец» Толкина. Сырье книга «Властелин колец». Режим 1 к 1. Продукт. Три книги меньшего размера. Братство кольца. Две твердыни и возвращение короля. Стоит отметить, что эти три книги составляют трилогию «Властелин колец». Сырье книга «Властелин колец». Режим тонко. Продукт. Полированное золотистое кольцо из плотно сжатой бумаги. На поверхности кольца нанесен стих, описанный в книге на черном наречии. При ношении кольцо меняет размер как в большую, так и в меньшую сторону. Подстраиваясь под палец владельца. Других аномальных свойств не обнаружено. Сырье книга «Властелин колец». Режим очень тонко. Продукт. Книга толщиной примерно в одну третью от исходной. Под названием «Новая тень». Сюжет развивается вокруг юноши по имени Эльдарион. Следует отметить, что Толкин забросил написание книги с таким же названием. И как следствие никогда не опубликовал ее. Примечание агента Мак Найта. Арван, если хочешь, забирай кольцо. Но я хочу книгу. Я ее скопирую. Есть у нас фанаты Толкина. Желающие почитать. Имя доктор Свен. Дата 9 апреля 2017 года. Предметы для обработки. Три пластмассовых бутылки кляйна. Сырье бутылка кляйна. Режим грубо. Продукт. Пластмассовые кубики. Различных размеров. Сырье бутылка кляйна. Режим один к одному. Продукт. Две ленты. Мевиуса. Сырье бутылка кляйна. Режим очень тонко. Продукт. Данной длины. Пространственная аномалия. При попытке ее извлечь, доктор Свен получил серьезную травму. Позднее предмет схлопнулся, оставив после себя только мелкую пластмассовую пыль. Имя доктор Джеральдс. Дата 11 мая 2010. Засекречена года. Предметы для обработки. Четыре распечатанных изображения свастики. Сырье изображения свастики. Режим один к одному. Продукт. Черно-белая фотография Адольфа Гитлера. Является копией реально существующей фотографии. Сырье изображения свастики. Режим один к одному. Продукт. Распечатанное изображение лотоса. Популярного символа в индуизме. Сырье изображения свастики. Режим тонко. Продукт. Портрет Адольфа Гитлера. Написанный от руки чернилами для принтера. Соответствие какому-либо из существующих портретов не обнаружено. Сырье изображения свастики. Режим тонко. Продукт. Очень подробное изображение индуистской богини Лакшми. Имя доктор Джеральдс. Дата 11 мая 2000 засекречена года. Предметы для обработки. Одно серебряное кольцо, ранее принадлежащее D23387. По словам которой, это ее семейная реликвия, передававшаяся из поколения в поколение. Два идентичных серебряных кольца. Сырье. Серебряное кольцо без маркировки. Режим тонко. Продукт серебряный. Амулет качественно выполненный. Сырье. Серебряное кольцо без маркировки. Режим очень тонко. Продукт серебряный браслет. При ношении повышает у носителя уверенность в себе и чувство собственной привлекательности. Других аномальных свойств не обнаружено. Предмет помещен на хранение для дальнейшего исследования. Сырье. Серебряное кольцо без маркировки. В прошлом собственность D23387. Режим очень тонко. Продукт серебряное кольцо с гравировкой. Светлая память о засекречна. Установлено, что засекречна является покойным родственником D23387. Предмет передан на хранение. Примечание. Результаты этого и предыдущего опыта явственно указывают, что SCP-914 действует исходя из смысла, который в предмет вкладывают люди, а не из собственного представления о них. Это определенно проливает свет на некоторые особенности поведения SCP-914. Но мне кажется, мы что-то упускаем. Доктор Джеральдс. Имя доктор засекречено. Дата 11 октября. Засекречено. Предметы для обработки. Три USB флэш-накопителя емкостью 512 гигабайт в собственном ПО для генерации и перемножения простых чисел, которые применяются в криптографии. Сырье. USB флэш-накопитель. Режим 1 к 1. Продукт USB флэш-накопитель. Содержащий файл с засекречено первыми простыми числами. Сырье. USB флэш-накопитель. Режим тонко. Продукт USB флэш-накопитель. Содержащий ПО для криптоанализа множества известных кодов и шифров, а также нескольких неизвестных. Сырье. USB флэш-накопитель. Режим очень тонко. Продукт. Периферийное устройство с подключением по USB. Предположительно, содержит встроенный квантовый компьютер и при отправке на устройство закодированных данных производит удалено. В сравнении с любой из современных систем. Предмет передан на хранение для дальнейшего изучения. Имя. Научный сотрудник F засекречено. Дата 20 апреля 2000 засекречено года. Предметы для обработки. Три негативных, три немагнитных куска магнетита весом 1 кг каждый. Содержание железа составляет 50%. Магнетит добыт в пустошах удалено. Сырье. Кусок магнетита. Режим тонко. Продукт. Намагниченный кусок магнетита весом 1 кг. Сила магнитного поля достаточно велика, чтобы стрелка компаса в радиусе 10 метров указывала на предмет. Сырье. Два куска магнетита. Режим 1 к 1. Продукт. Кусок чистого железа весом 1 кг. Кусок минералов весом 1 кг. Анализ показал, что химический состав минералов соответствует камням в пустошах удалено. Имя. Доктор Марджан. Дата 25 мая 2000 засекречено года. Предметы для обработки. 5 плюшевых мишек. Сырье. Плюшевый мишка. Режим. Очень грубо. Продукт. Груда. Набивки и рваной ткани со следами воздействия пламени. Сырье. Плюшевый мишка. Режим. Грубо. Продукт. Набивка. Свернутая в шар и обернутая тканью из плюшевого мишки. Сырье. Плюшевый мишка. Режим 1 к 1. Продукт. Плюшевая собачка. Сырье. Плюшевый мишка. Режим тонко. Продукт. Тот же мишка. Но мягкий на ощупь и обшитый бархатом. Сырье. Плюшевый мишка. Режим очень тонко. Продукт. Подвижный плюшевый мишка. Предмет безвреден, имеет свойство кататься верхом на любом человеке, к которому проявит интерес. После этого предмет выказывает своему носителю огромную привязанность. Предмет проходит исследование, после чего может быть передан доктору Марджину. Имя. Доктор Грюнсберг. Дата 31 марта 2009 года. Предметы для обработки. 6 экземпляров фильма «Матрица» 1999 года. На DVD. Сырье DVD «Матрица». Режим очень грубо. Продукт. Кучка порошка, поликарбоната и следовое количество чернил. Сырье DVD «Матрица». Режим грубо. Продукт DVD RV. Примерно 2000 года выпуска. Без записи. Сырье DVD «Матрица». Режим 1 к 1. Продукт 7 катушек. Целу лоидной кинопленки, на которых записан фильм «Матрица» и рекламные материалы к нему. Сырье DVD «Матрица». Режим тонко. Продукт. Фильм «Матрица» на 9 с повышенной износа стойкостью. Сырье DVD «Матрица». Режим тонко. Продукт. Диск, читаемый в приводах Blu-ray, содержащий фильм «Матрица». Точный формат неизвестен. Помимо того, что диск обладает такой же износа стойкостью, как и результат опыта в режиме тонко. В разделе «Дополнительные материалы» обнаружилось в 20 тысяч раз больше материала, чем на имеющихся в продаже дисках. Помимо прочего, в версии SCP-914 имелись все видеоматериалы, отснятые для фильма о фильме. Полные записи кинопроб всех актеров, пробовавшихся на роль в данном фильме, вне зависимости от результата. Исходные варианты всех видеозаписей, сделанных оператором при съемке фильма. Все 3D-модели. Все 2D-материалы, использованные при создании спецэффектов к фильму. Все звуковые эффекты и музыкальные сэмплы в виде отдельных файлов, в том числе не вошедшие в окончательный вариант. Полные голливудские оркестровки музыки отбракованной или забытой композитора. А также десятки ремиксов музыкальных записей, лицензированных для фильма. Примечания. От 10 августа 2009 года. После множества испытаний, показавших минимальный уровень опасности, была тщательно составлена анонимная посылка для доставки на домашний адрес человека по имени L.V. засекречена. Немногим позднее на диске были обнаружены записи деликатного свойства о производстве данного фильма, которые могли бы поставить под угрозу компанию продюсера. По этой причине посылку 12 августа 2009 года перехватили до доставки по адресу. Сырье один диск с фильмом «Матрица» неизвестного формата для дисковода Blu-ray. Режим тонко. Продукт. Носитель информации для считывающего устройства засекречена. Изначально попытки прочитать носитель не имели успеха. Исследователи фондом затратили 8 месяцев на разработку новой разновидности считывающего устройства засекречена. При чтении продукта с его помощью был обнаружен массив данных невероятных размеров. По оценкам доктора Засекречена, 99,9926% содержимого составляет не отредактированное, не аномальное Засекречена, начинающиеся примерно в 1877 году. Также на новом носителе имеется документальный сериал общей продолжительностью 30 часов. История в зеленых тонах, посвященную тому, как в эту хронологию вписывается фильм «Матрица». В ходе сериала человек, похожий на молодого Каз Секречена, Эр Секречена, беседует с различными людьми в пустой белой комнате. Особо примечательно совместное интервью с Сэмлом Лом Клеменсом и Джозефом Кэмпбеллом. Примечание номер один от 1 апреля 2010 года. Доктор Засекречена, активно увлекающийся кино, узнав об обширном массиве данных, пришел в опасное для окружающих возбуждение. По этой причине с целью защитить исследовательский проект его допуск в лабораторию, был временно отозван. При этом запросы на конкретные данные из массива не следует отклонять. Дополнительных мер по информационной безопасности пока не требуется, но это может быть изменено, если интерес доктора Засекречена перерастет в нездоровую манию. Примечание номер два от 9 мая 2010 года. Этот продукт не будет больше обрабатываться в SCP-914. Тем не менее, в целях получения более емких накопителей для нужд фонда, предмет будет исследоваться дальше. Цель исследований – установить, насколько безопасными будут попытки воссоздать новый носитель. Сырье DVD-матрица. Режим грубо. Продукт. Затертая VHS-видеокассета. С любительской съемкой того, как несколько японских школьников разыгрывают фильм «Матрица» во дворе. Примечание номер один от 1 января 2011 года. Удалось установить личность одного из детей. Личности остальных пока под вопросом. Ведется сборка примерно девяти проверенных фондом анонимных посылок, в которых будет вложена копия видеоряда, обработанная методом фрактального ремастеринга. Примечание номер два от 31 марта 2011 года. Одна посылка отправлена по адресу в Фукусиме. Имя доктор Магуайр. Дата 11 мая 2017 года. Предметы для обработки. Три колонки Marshall. Сырье колонка Marshall. Режим один к одному. Продукт колонка Sony. Качество звучания у сырья и продукта одинаковое, несмотря на разные материалы и разных производителей. Сырье колонка Marshall. Режим тонко. Продукт колонка. Производитель неизвестен. При подключении к источнику сигнала и воспроизведении музыки, издаваемый предметом звук был неотличием по качеству и тембру от живого исполнения. Сырье колонка Marshall. Режим очень тонко. Продукт. Черная сфера. Предположительно, вся поверхность предмета является динамиком. Когда подопытный D9566 приблизился к сфере, та издала резкий электронный писк и начала воспроизводить звук с громкостью порядка 150 дБ. В лаборатории был нанесен значительный ущерб. Сотрудники, находившиеся в радиусе 500 метров от лаборатории, получили повреждения слуха различной тяжести. От временной потери слуха до полной глухоты. Воздействие предмета прекратилось, когда агент Кейн открыл по нему огонь. Пули не попали в предмет, но попали в D9566. Подопытный скончался, предмет деактивировался. Примечание. Поверить не могу. Последнее, что услышал в жизни. Барри Манилоу. Нельзя было найти расходника с музыкальным вкусом получше. Доктор Магуайр. Имя доктор Т засекречено. Дата 5 мая 2017 года. Предмет для обработки. Три монеты достоинства 50 пенсов. Первая монета из тиража. Британия 1997 года. Один из наиболее популярных тиражей на сегодняшний день. Вторая монета с гербом. 2012 года. Тоже популярный вариант. Третья монета. Ботанические сады Кью. 2009 года. Чеканки. Одна из наиболее редких монет. Весьма ценится коллекционерами. Сырье монета Британия 1997 года достоинством 50 пенсов. Режим тонко. Продукт монета Британия 2008 года достоинством 50 пенсов. Следует отметить значительно лучшее состояние поверхности монеты в сравнении с сырьем. Сырье монета с гербом 2012 года достоинством 50 пенсов. Режим тонко. Продукт 6 британских монет различного достоинства. Все монеты выполнены в стиле с гербом, принятым после 2008 года. Хотя даты на всех монетах разные от 2008 до 2014 года. Сырье монета Ботанические сады Кью. 2009 года достоинством 50 пенсов. Режим тонко. Продукт монета достоинством 20 пенсов. Без даты. Примечание. В 2008 году из-за ошибки на Королевском монетном дворе. Одна партия 20 пенсовиков была откатчикана без даты. Такие недатированные монеты очень ценятся коллекционерами. Как и исходная монета. Имя. Агент Рид. Дата 21 мая 2017 года. Предметы для обработки. 5 микрофонов марки Засекречна. Сырье микрофон. Режим очень грубо. Продукт. Небольшая бухта проводов, обломок и несколько металлических пластин. Обмотка и несколько металлических пластин. Сырье микрофон. Режим очень грубо. Продукт. Исходный микрофон. Очень изношенный и проржевевший. Сырье микрофон. Режим один к одному. Продукт. Микрофон другой марки. Золотистого оттенка. Сырье микрофон. Режим тонко. Продукт. Винтажный микрофон 1970-х годов выпуска. Позднее было установлено, что такой же микрофон использовал Элвис Пресли на своем последнем концерте. Сырье микрофон. Режим очень тонко. Продукт. Голубой микрофон с ярко блестящим корпусом. Сигнал на выходе микрофона никак не соотносится с записанным звуком. Зачастую совершенно хаотичен. Содержит щелчки, звон, стук и так далее. Долговременное прослушивание этих звуков выказывает чувство тошноты и паранойю. Примечание. Это можно применять для допросов. Положу в оружейной зоне засекречено, если кому понадобится. Имя. Доктор Т. Засекречено. Дата. 11 мая 2017 года. 18 мая 2017 года. 25 мая 2017 года. Предметы для обработки. Три купюры, достоинством 10 британских фунтов. Опты будут производиться ровно в 12 часов по Гринвичу. Сырье 10 фунтов, банкнота. Режим 1 к 1. Продукт 100 долларов Гонконга. Примечание. До 1997 года Гонконг был британской территорией. Неизвестно, выбрал ли SCP-114 случайным образом или ввиду прошлой связи Гонконга с Великобританией. Хотя тот факт, что объект выбрал временный период до передачи власти, свидетельствует в пользу второго. Также стоит отметить, что на момент проведения опыта 100 долларов Гонконга почти равнялись по цене 10 британским фунтам. Сырье 10 фунтовая банкнота. Режим 1 к 1. Продукт 2 банкноты, достоинством 5 британских фунтов того же года, что и оригинальная банкнота. Сырье 10 фунтовая банкнота. Режим 1 к 1. Продукт 11,60 евро. Примечание на момент проведения опыта. Эта сумма практически равнялась стоимости сырья в евро. Вы пересчете по курсу. Имя научный сотрудник Мэйсон. Дата 26 мая 2017 года. Предметы для обработки. 4. Конструктора Лего. Истребитель X-Wing. Нераспакованные. Сырье. Конструктор Лего X-Wing. Режим очень грубый. Продукт. Лужа расплавленной пластмассы, древесная целлюлоза и различные чернила. Сырье. Конструктор Лего X-Wing. Режим 1 к 1. Продукт. Конструктор Лего. Истребитель Тай-Е. Нераспакованный. Сырье. Конструктор Лего X-Wing. Режим тонко. Продукт. Полностью собранный X-Wing из конструктора Лего. При более тщательном осмотре были найдены механизмы и электроника для управления различными механизмами, в том числе шасси, крыльем, освещением и фонарем кабины. Сырьем. Конструктор Лего X-Wing. Режим очень тонко. Продукт. X-Wing соответствующего размера. Вылетел из кабинки продукт со скоростью 72 км в час, обстреливая сотрудников разогретой плазмой. Потери личного состава засекречен человек. Предмет вырвался за пределы зоны. Засекреченный через 12 секунд скрылся в атмосфере. Местонахождение на данный момент неизвестно. Имя доктор Джеральдс. Дата. 3 июня 2000 засекреченного года. Предметы для обработки. Три литий-ионных батареи производства. Ам 123 Systems. Сырье литий-ионная батарея. Режим 1 к 1. Продукт. Литий-ионная батарея. Производство китайской компании. Хунан Шан Шан Тодам Эдвансет Материал Ско ЛТД. Сырьем. Литий-ионная батарея. Режим тонко. Продукт. Предмет похожий на литий-ионную батарею. Без маркировки. При внимательном осмотре выяснилось, что большая часть массы батареи преобразовалась в радиоактивный изотоп засекреченно. Предмет генерирует энергию с помощью ядерного распада. Похожая технология применяется в RETEC на космических аппаратах. Предмет передан на хранение. Сырьем литий-ионная батарея. Режим очень тонко. Продукт. При открытии кабинки продукт. Внутрь устремился воздух. Как будто весь воздух из кабинки был откачан в ходе работы. Предмет представляет собой черный куб с двумя контактами на верхней грани. Длина стороны куба 15 см. Вес равен весу исходной батареи и всего воздуха, находившегося в камере. Маркировок на предмете нет, за исключением надписи мелким шрифтом на одной из грани. Надпись гласит, что предмет содержит антиматерию и рекомендуется соблюдать осторожность. Наличие антиматерии внутри пока не подтверждено, но предельную емкость объекта пока не удалось установить. Предмет исследуется. Примечание. Полагаю, стоит воздержаться от опытов с предметами с большим количеством потенциальной энергии в ACP-914. Если бы перепад давления повредил корпус предмета, зона засекречена могла бы быть разрушена. Не очень приятная мысль. Доктор Джеральдс. Имя. Доктор Кубылка. Дата 5 июня 2017 года. Предметы для обработки. Два красных цветных мелка Крайола. Сырье. Красный мелок Крайола. Режим очень тонко. Продукт. Один ярко-красный мелок без обертки и маркировки. Примечание. Исследование показало, что оставляемый мелком след излучает тепло и светится красным. Предмет перемещен на хранение до дальнейшего исследования. Проведенное позднее исследование показало, что мелок безопасен. Предмет будет передан в комнату отдыха на случай, если в ком-то проснется желание порисовать в свободное время. Сырье. Красный мелок Крайола. Режим очень тонко. Продукт фломастер без маркировки. Под колпачком находится ярко-красный наконечник. Примечание. Несмотря на работающие в лаборатории освещения, наконечник все равно кажется ярким. При исследовании выяснилось, что, как и в случае с мелком, след от фломастера светится красным, излучая тепло. Дополнительное исследование подтвердило безопасность предмета. Фломастер также будет передан в комнату отдыха. Имя доктор Хадян. Дата 7 августа 2017 года. Предметы для обработки. Три пледа для двухспальной кровати. Сырье плед. Режим один к одному. Продукт стеганое одеяло. Их из похожей ткани. Аналогичного размера. Сырье плед. Режим тонко. Продукт одеяло ручной работы. Плотность нитей значительно выше. Поверхность шелковистая и гладкая. При этом масса предмета не изменилась. Сырье плед. Режим очень тонко. Продукт плед, имеющий умеренно аномальные свойства. Испытание на добровольцах показало, что при укрытывании более 80% тела, у подопытного возникает ощущение умиротворенности и безопасности. Дали субъекты, заворачивались в плед, ложились на спину, сообщали о сонливости и теряли сознание ровно на 0,03 секунде эксперимента. Субъект находится в бессознательном состоянии до тех пор, пока одеяло не будет снято, после чего просыпается и сообщает, что хорошо выспался. Во время сна также исчезают мелкие травмы и болезни, в том числе гематомы, царапины и в одном случае сильная простуда. Примечание. Ну и хватит с меня на сегодня. Разбудите меня кто-нибудь в 8 утра. Ладно? Имя доктор Коллинз, дата 17 августа 2017 года, предметы для обработки, 5 новых зеленых колес для скейтборда, не брендированных, с шариковым подшипником, сырье колесо для скейтборда, режим очень грубая, продукт несколько бесформенных, кусков зеленой резины и пластмассы, кучка стальной пыли. Сырье колесо для скейтборда, режим грубо, продукт, разобранное колесо для скейтборда, имеются следы износа от долгого употребления, потертости и выцветания. Сырье колесо для скейтборда, режим один к одному, продукт, колесо для скейтборда, аналогичные конструкции и качества, красное. Сырье колесо для скейтборда, режим тонко, продукт, черное колесо для скейтборда, почти идеального качества, резиновое покрытие сопротивляется истиранию даже при длительном использовании. Центральный подшипник вращается почти без потерь на трение. В ходе эксперимента колесо вращалось в вакуумной камере, чуть меньше засекречено суток. Сырье колесо для скейтборда, режим очень тонко. Продукт, один подшипник, находящийся внутри невидимого колеса, сделанного из неизвестного материала. Невидимое колесо физически существует и, похоже, перераспределяет силы более чем в трех измерениях, что выражается в перенаправлении силы тяжести, толкающем объект вперед с ускорением примерно 1,2 от ускорения свободного падения. На малой скорости колесо без труда можно остановить, но при продолжительном движении оно быстро набирает скорость. Исследователям следует иметь в виду, что на колесо всегда, даже в состоянии покоя, действует сила, равная 1,4 g и направленная перпендикулярно силе тяжести. Примечание 1. А еще говорят, колесо нельзя изобрести заново. Примечание 2. После столкновения подопытного класса Д с доктором Засекречна на скорости Засекречна километров в час, испытания на людях привременно запрещены до тех пор, пока доктор Засекречна не выработает соответствующую процедуру, лишенную идиотизма. Имя доктор Хадян. Дата 19 августа 2017 года. Предметы для обработки. Три набора детских игрушек, состоящие из магнитов и стальных шариков. Сырье. Набор магнитов и шариков. Режим 1 к 1. Продукт. Набор металлических стержней, которые можно стыковать в различных конфигурациях. Концы стержней намагничены. Сырье. Набор магнитов и шариков. Режим тонко. Продукт. Набор магнитных стержней и стальных шариков. Самовоспроизводится. Самостоятельно собираются. На данный момент набор образует пирамиду с длиной основания и высотой около 50 см. Конструкция. Не имеет других аномальных свойств. Не представляет опасность и находится на содержании. Сырье. Набор магнитов и шариков. Режим очень тонко. Продукт. Мелкометаллическая пыль. Сам свойствам. По свойствам схожи с результатом режима тонко. Способна выстраиваться в кристаллические структуры. Пыль можно лепить руками. И по консистенции она примерно похожа на горячий воск. И с той же легком разрывается. Подопытный. Прикоснувшийся к предмету. Голой рукой сообщил, что чувство. О чувстве эйфории. И продолжал играть. Даже когда пыль обволокла его руки целиком. Подопытному удалось высвободить без вреда. Для здоровья. Вещество передано на содержание. Примечание. Ну, игрушка, конечно, забавная. Но должен заметить, что не считаю это безопасным. Ни по каким меркам. Доктор С. Аэ Харна. Дата 2017 год. Предметы для обработки. Три телефона Samsung Galaxy. Сырье телефон Samsung Galaxy. Режим один к одному. Продукт. Телефон Apple iPhone. Сырье телефон Samsung Galaxy. Режим тонко. Продукт. Сотовый телефон неизвестной марки. Неизвестного производителя. Работающий на той же версии. ОС Android. Что и сырье. Устройство обеспечивает уверенную передачу. Прием сигнала даже вне зоны действия сотовых вышек. Требуется дальнейшее тестирование. Сырье телефон Samsung Galaxy. Режим очень тонко. Продукт. Черный пластиковый диск. С кнопкой. На одной из сторон. На другой стороне находится небольшое устройство. Похоже на светодиодный проектор. При нажатии кнопки устройство высвечивает голограмму. Голограмма представляет собой интерфейс к операционной системе диска. Как и предыдущий результат устройство не теряет связи даже вне зоны действия сети. Требуется дальнейшее тестирование. Примечание. Думаю нужно изучить технологию голографического телефона. Если понять как ее воспроизвести. На этом можно построить замечательный бизнес. Доктор Айхарна. Имя доктор Ги Грир. Дата 2017 год. Предметы для обработки. Пять незаписанных ключ-карт. Использовались техниками для проверки устройства считывания карт. Сырье ключ-карта. Режим очень грубо. Продукт кучка раскрошенного ПВХ и примерно 0,5 грамма магнитного композита. Сырье ключ-карта. Режим грубо. Продукт. Незаписанная ключ-карта. Разрезанная пополам. Сырье ключ-карта. Режим один к одному. Продукт. Ключ-карта фонда SCP. Выдано на имя Ивана Иванова. Прочая информация заполнена схожим образом. Сырье ключ-карта. Режим тонко. Продукт. Ключ-карта. С допуском пятого уровня. Карта была заперта и уничтожена. Сырье ключ-карта. Режим очень тонко. Продукт. Ключ-карта. Несуществующий компании ArvagenCelly. При вставке в устройство считывание сразу же вызывает короткое замыкание. Имя доктор Мэйсон. Дата 6 июня 2017 года. Сырье 5 маячков слежения установленного в фонде образца. Примечание. В пространстве вокруг SCP-914 и над ним установили приемники сигнала. В данном опыте все направления отсчитываются от центральных кабинок сырье и продукт. То есть субъект, стоящий у ключа заводом ходовой пружины, будет считаться смотрящим на север. Сырье маячок слежения. Режим очень грубо. Продукт. Небольшое количество металлолома и композитных материалов из маячка слежения. Путь. В первые 0,15 секунды сигнал прошел 3,41 метра на север, после чего повернул ровно на 91 градус. Прошел еще 3 метра и пропал. Сырье маячок слежения. Режим грубо. Продукт. Маячок слежения с извлеченной батареей и снятым передатчиком. Других повреждений не замечено. Путь. Сначала маячок прошел 3,41 метра на север, как и в предыдущем опыте. Устройство проработало почти вдвое дольше, чем в прошлый раз. Маячок, похоже, прошел по периметру прямоугольного корпуса SCP-914, после чего сигнал был потерян. Примечание любопытно. Есть ли определенный путь, который проходится на каждой настройке? Доктор Мэйсон. Сырье. Маячок слежения. Режим 1 к 1. Продукт. Немаркированный маячок слежения. Аналогичные применяются антитеррористическими подразделениями в Канаде. Путь 3,41 метра на север. Затем сигнал направился к одному из юго-западных внешних сегментов SCP-914. За 0,13 секунды несколько раз описал равносторонний треугольник и пропал. После этого новый сигнал прошел по этому же пути обратно до кабинок. Примечание. А ведь серьезно, зачем этот первый заход на север? Судя по записям, он так делает во всех опытах. До единого. Доктор Мэйсон. Сырье. Маячок слежения. Режим тонко. Продукт. Устройство внешне похожее на маячок слежения. Компоненты соответствуют специфическим требованиям фонда. Размер маячка меньше стандартного. Имеются неизвестные компоненты. Исследование показало, что маячок полностью работоспособен. Сигнал был потерян на середине пути, так как продукт присылает данные в другом формате. Путь. 3,63 метра на север. 0,7 метров на юго-юго-восток. 4 метра в обратном направлении с ускорением, после чего сигнал пропал. Примечание. Я обсуждал свои исследования с коллегой, и продукт тонкой обработки показался ему знакомым. Выходит, что маленький маячок и новый формат сейчас находятся в стадии прототипа. Наверное, мы все-таки возьмем их на вооружение. Доктор Мэйсон. Сырье маячок слежения. Режим очень тонко. Продукт. Тонкая полоска прозрачной пленки, которая удерживается на предметах с помощью статического прилипания. Для своих размеров весьма прочна, что продемонстрировал D1126, пытаясь отлепить ее от стенки кабинки продукт. На данный момент информацию с полоски невозможно считать. Путь 3,41 метра на север. Затем предмет прошел, вероятно, все части SCP-914. Хотя из-за высокой скорости установление точного пути не представляется возможным. Примечание 1. Ожидания совсем не оправдались. Хотя бы чудная лента есть. Надеюсь, из прошлых результатов удастся что-то извлечь. Доктор Мэйсон. Примечание 2. Выясняется, что если прилепить ленту себе на ладонь, можно вычертить записанный ею путь. Также можно нарисовать легенду и нечто похожее на экран меню. Попробуем нацепить ее на расходника, чтобы не убивать себе запястье. Доктор Мэйсон. Примечание 3. Ух ты, этот маячок записал не только свои перемещения, но и перемещения вообще всего, что обрабатывалось в 914 за последние 3 месяца. Похоже, мне наконец-то удалось уговорить 914 на сотрудничество. Хотя бы и с огромным количеством анализа. Это великолепно, доктор Мэйсон. Примечание 4. Ругательства удалены. Я-то думал, оно хоть раз проявит здравый смысл. Но нет, надо опять мозги поломать. Мой подмастерье, прошу прощения, один из АМНСов, выяснил, что если наложить друг на друга все пути, записанные треком, получится трехмерная модель логотипа фонда. Красиво, учитывая, что нарисовано по координатам маячка. Но весь проект от этого теряет всякий смысл. Этот кусок ругательства удалены вообще не следует определенным путям. Что хочет, то и воротит. Доктор Мэйсон. Примечание 5. Доктор Мэйсон был направлен на курс психологической реабилитации после испытанного стресса. Проект передан младшему научному сотруднику учению. Анализ пройденных путей следует продолжать. Совет опять. Имя Доктор Преториус. Дата 2017 год. Предметы для обработки. 5 промо-дисков. Песни. Банана. Панкейкс. Банановые оладьи. Джека Джонсона. Сырье. Аудиодиск. Режим. Очень грубо. Продукт. Разноцветные обломки. Поликарбоната. С алюминиевым отражающим слоем. Сырье. Аудиодиск. Режим группа. Продукт. Лужицы черных и желтых чернил. Вероятно, с обложки. Шарики алюминия и поликарбоната. Сырье. Аудиодиск. Режим один к одному. Продукт. Аудиодиск с альбомом. Ain't No Reason. Бретта. Деннана. Сырье. Аудиодиск. Режим тонко. Продукт. Аудиодиск. Внешние отличия от сырья отсутствуют. Подопытные класса D при прослушивании отметили лучшее качество музыки и появление интереса к творчеству Джека Джонсона. А также попросили предоставить им другие его записи. Неизвестно является ли изменение музыкального вкуса постоянным. Ведется исследование. Сырье. Аудиодиск. Режим очень тонко. Продукт. Аудиодиск. Внешние отличия от сырья отсутствуют. Подопытные класса D при прослушивании отметили вкус бананов и кленового сиропа во рту. А также появившиеся после прослушивания чувства сытости. В течение 4 часов после прослушивания подопытные отказывались от пищи. А анализ крови показал изменения соответствующие потреблению богатой углеродами пищи. Хотя подопытные и в последний раз ели за 6 часов до эксперимента. Других аномальных эффектов не замечено. Примечание. Интересный результат. Давайте взглянем, что получится с другим диском. Доктор засекречено. Имя. Доктор. Преториус. Дата. 2017 год. Предметы для обработки. 5 аудиодисков с альбомом. Токсик. Бритни Спирс. Сырье. Аудиодиск. Режим. Очень грубо. Продукт. Разноцветные обломки поликарбоната с алюминиевым отражающим слоем. Сырье. Аудиодиск. Режим. Грубо. Продукт. Лужицы красных и черных чернил. Вероятно, с обложки. Шарики алюминия и поликарбоната. Сырье. Аудиодиск. Режим. Один к одному. Продукт. Аудиодиск с альбомом. Бьютифол. Кристины Агилеры. Сырье. Аудиодиск. Режим. Тонко. Продукт. Аудиодиск. Внешние отличия от сырья отсутствуют. Подопытные класса D при прослушивании отметили заметно лучшие вокальные данные. Позднее подопытных была отмечена боль в желудке и тошнота. Аномальные эффекты пропали спустя 36 часов после прослушивания. Сырье. Аудиодиск. Режим. Очень тонко. Продукт. Аудиодиск. Внешние отличия от сырья отсутствуют. Подопытные класса D при прослушивании немедленно впали в состояние эйфории. Некоторые плакали от избытка эмоций. Другие валились на пол с застывшей на лице улыбкой. Вскоре появились и другие симптомы, такие как судороги, желтуха и рвота. Эксперимент был прекращен досрочно. Сотрудник А-1 засекречено пострадал при попытке выключить проигрыватель, когда D-17645 умолял его дать послушать еще. Служба безопасности обезвредила тех подопытных, кто мог двигаться самостоятельно, и засекречено удалось выключить проигрыватель. Физический осмотр и анализ крови показали наличие в крови токсичного вещества, вызывающего эйфорию. Подопытным был сделан диализ крови, но один из них скончался от печеночной недостаточности, почечной недостаточности и некротических явлений в сердце. Примечание. Давайте не будем экспериментировать с дисками с опасными названиями. Лучше, наверное, стоит обработать ирландские кабацкие песни и посмотреть, можно ли и с них опьянеть имя Доктор П. Дата засекречена октября 2017 года. Предметы для обработки. 5 зачеркнуто. 4 экземпляра книги Гарри Поттер и Орден Феникса. 5 экземпляр той же книги в переводе на испанский. 5. Сырье. Книга. Режим очень тонко. Примечание. Овод предполагалось провести в режиме тонко. 6. Продукт. Бумажный феникс весом 1,2 кг равен весу исходной книги. 6. Феникс набросился на два оставшихся экземпляра. 7. Англоязычный для пятого эксперимента и испаноязычный результат прошлого эксперимента. 8. И попытался атаковать сотрудников. 9. Птица была уничтожена. 9. Доктор П получил несколько бумажных порезов. 10. Примечание. Хотелось бы узнать. 10. Кто переставил режим на очень тонко? 11. Доктор П. 11. Имя. Доктор Декс Трейния. 11. Дата засекречена ноября 2017 года. 12. Предметы для обработки. 1. Дробовик Ремингтон 870. Не заряжен. 15. Патронов 9х19 мм. 12. Пистолет Беретта М9. 12. Сырье. Дробовик Ремингтон 870. Режим тонко. 13. Продукт. Дробовик Музберг. 13. Продукт. В ходе испытаний не проявил никаких аномальных свойств. 14. По окончанию испытаний был передан в оружейные зоны. 14. Сырье. 15 патронов 9х19 мм. Режим очень тонко. 15. Продукт. Патроны 9х19 мм. 15. Пули из которых при стрельбе из пистолета Беретта М9 наводились на ближайшие признаки жизни. 15. В ходе испытаний был смертельно ранен сотрудник службы безопасности. 15. Причиной смерти послужило не ранение, а остановка сердца. 16. Патроны уничтожены. 16. Примечание. Не думаю, что стоит применять эти патроны по прямому назначению, 16. Так как они представляют огромную угрозу для других сотрудников. 16. Жаль мужика. Грустно без него будет. 16. Официально прошу запретить опыты с боеприпасами в режиме очень тонко. 16. Доктор Декстрейне. 17. Примечание номер 2. Одобряю. 17. Имя доктор Симонсон. 17. Дата 2017 год. 17. Предметы для обработки. 17. Три банки сырой нефти. 18. Сырье банка сырой нефти. 18. Режим очень грубо. 19. Продукт банка твердого асфальта. 19. Примечание. Удивительно, но банка не пострадала. 19. Сырье банка сырой нефти. 19. Режим тонко. 20. Продукт банка бензина. 20. Сырье банка сырой нефти. 20. Режим очень тонко. 20. Продукт банка жиженого природного газа. 20. Когда дверцу кабинки продукт открыли, газ быстро улетучился. 21. Примечание. Наверное, надо было закрыть банку. 21. Имя доктор Риз. 22. Дата 2000 за секретичный год. 22. Предметы для обработки. 23. Пять шаров жевательной резинки. 23. Подобные часто продаются в автоматах в торговых центрах. 23. Сырье фиолетовый шар жевательной резинки. 24. Режим очень грубо. 24. Продукт расплавленная жевательная резинка. 25. Лужица фиолетового пищевого красителя. 25. Сырье красный шар жевательной резинки. 26. Режим грубо. 26. Продукт декстроза. 26. Кукурузный сироп. 27. Основа жевательной резинки. 27. Крахмал и красный пищевой краситель. 28. Разложенные по отдельности. 28. Сырье зеленый шар. 29. Сырье зеленый шар жевательной резинки. 29. Режим один к одному. 29. Продукт. 30. Шар такого же зеленого цвета. 30. Изначальное предположение, что эта жевательная резинка не оправдалась. 31. Предмет оказался крупным сосательным леденцом. 31. Сырье синий шар жевательной резинки. 31. Режим тонко. 31. Продукт. 31. Синий шар жевательной резинки. 32. Значительно более глянцевый. 32. При жевании подопытный сообщил, что у резинки вкус зрелого. 32. Зрелые огородные черники. 33. Сырье желтый шар жевательной резинки. 33. Режим очень тонко. 34. Продукт. 34. Блестящий желтый шар жевательной резинки. 35. В темноте слабо светится. 35. Источник свечения неизвестен. 36. При жевании вызвал у подопытного чувство эйфории. 36. Подопытный сообщил, что у шара вкус, как у любимой еды из его детства. 36. Но не смог дать подробностей того, что это именно за еда. 37. В отличие от нормальной жевательной резинки, вкус продукта не пропадает со временем. 37. Примечание доктора Резина. 38. Вечный вкус – очередной признак того, что устройство перерабатывает вещи, исходя из нашего восприятия этих вещей. 39. Каждому хочется, чтобы жвачка сохраняла вкус подольше, чем несколько минут. 39. Имя доктор Саймонсон. 39. Дата 23 ноября 2017 года. 39. Предметы для обработки. 39. Три обычных ключа, взятых из бюро находок. 40. Сырье ключ. Режим грубо. 41. Продукт. Сверло. Сделано из латуни, как и исходный ключ. 41. Сырье ключ. Режим один к одному. 41. Продукт. Навесной замок. Открывается копии исходного ключа. 41. Сырье ключ. Режим очень тонко. 42. Продукт. Точная копия SCP-005. 42. С теми же аномальными свойствами. 42. Передано на содержание в зону засекречено. 42. Имя доктор Эшвуд. Дата 5 декабря 2017 года. 43. Предметы для обработки. 43. Три шерстяных одеяла. 44. Сырье. Шерстяное одеяло. 44. Режим грубо. 44. Продукт. Груда немытой шерсти. 44. Сырье. Шерстяное одеяло. 44. Режим один к одному. 44. Продукт. Хлопковое одеяло. 45. Такой же массы и толщины. 45. Сырье. Шерстяное одеяло. 46. Режим очень тонко. 46. Продукт одеяла с крайне низким коэффициентом отражения. 47. Сделанное из неизвестного материала. 48. Подопытный класс АД отметил, что одеяло невероятно уютное. 49. Примечание доктора Эшвуда. 49. Заберу это с собой. 50. Нужно провести еще исследование. 50. Примечание номер два. 50. В комплексе ходят слухи, что после опыта доктора Эшвуда, 50. Несколько часов провела в столовой, закутавшись в одеяло. 51. Напоминаем, что распространение сплетен не является признаком высокого профессионализма. 52. Имя доктор Вестерин. 53. Дата засекречена декабря 2017 года. 53. Предмет для обработки. 54. Лист бумаги с упоминанием данной удалены. 54. Сырьем лист бумаги с упоминанием данной удалены. 55. Режим. 55. Продукт. 55. Описание отсутствует. 56. Имя научный сотрудник засекречено. 57. Дата 2017 декабря 2017 года. 58. Предметы для обработки. 58. Слиток меди массой 10 кг. 59. Слиток олова массой 10 кг. 59. Деревянный брусок массой 500 г. 60. Рулан ткани массой 100 г. 60. Слиток меди массой 50 г. 60. Слиток олова массой 50 г. 60. Кусок дерева массой 2,5 г. 60. Обрывок ткани массой 0,5 г. 60. Две фотографии CP914. 60. Слиток меди массой 10 кг. 60. Слиток олова массой 10 кг. 60. Деревянный брусок массой 500 г. 60. Рулан ткани массой 100 г. 60. Рея фотография CP914. 61. Режим очень тонко. Продукт – миниатюрная модель C514. Вес модели равен весу сырья с учетом фотографии. Модель обладает всеми чертами оригинала, в том числе сложным миниатюрным часовым механизмом, кабинками сырьей продукт, миниатюрным переключателем, режимом и ключом завода, ходовой пружины. Миниатюрная модель была испытана на примет того, обладает ли она свойствами оригинала. Сырье. Слиток меди массой 50 грамм, слиток олова массой 50 грамм, кусок дерева массой 2,5 грамма, обрывы ткани массой 0,5 грамма и фотографии C514. Режим очень тонко. Продукт. Очень маленькая модель C514. Вес модели равен весу сырья с учетом фотографии. Модель обладает всеми чертами оригинала, в том числе сложным миниатюрным часовым механизмом, кабинками сырье и продукт, миниатюрным переключателем режимов и ключом завода, ходовой пружины. И так далее. Все C514 до самого конца. Научный сотрудник засекречено. Имя. Доктор Хадян. Дата 2 января 2018 года. Предметы для обработки. Один моток пряжи и один фарфоровый чайник. Наполненный чаем. Сырье. Моток пряжи и полный чайник. Режим. Тонко. Продукт фарфоровый чайник. По внешнему виду аналогичный сырье. Вместо чая внутри находилась вязкая разноцветная жидкость. Пряжа изменилась на коричневую суровую нитку, источающую смутно земляной запах. Анализ показал, что жидкость чайники имеет химический состав, сходный с составом шерсти некоторых видов овец. А нитка состоит из переработанных материалов растений семейства. Чайные. Примечания. Как ему вообще это удалось? Доктор Хадян. Имя. Доктор Обс. Дата 1 января 2018 года. Предметы для обработки. Две игрушки Тардис. 10 и 11. Доктора. Сырье. Игрушка Тардис. 10. Режим. Очень тонко. Продукт. Поколение игрушки сменилось на пятое, хотя игрушка по этому поколению никогда не выпускалась. Сырье. Игрушка Тардис. 11. Режим. Очень тонко. Продукт аналогично предыдущему опыту. Примечания. Вот скотина ехидная. Думаю, что пятый был лучше. Доктор Обс. Имя. Господин Меллоус. Отдел лингвистики. Дата 20 января 2018 года. Предметы для обработки. 50 англо-русских словарей. Примечания Меллоуза. Давайте проверим, получится ли наткнуться на какие-нибудь неизвестные языки. Все 50 опытов будут проведены в режиме один к одному. Сырье. Англо-русский словарь. Режим один к одному. Продукт. Суахили. Монгольский словарь. Примечания Меллоуза. Да, мы на правильном пути. Опыты со 2 по 35 исключены из отсчета. Сырье. Англо-русский словарь. Режим один к одному. Продукт. Словарь. Иероглифика Майя. Египетское иерографическое письмо. Примечания Меллоуза. А я был обрадовался. Надо освежить в памяти розетский камень. Опыты с 37 по 42 исключены из отсчета. Сырье. Англо-русский словарь. Режим один к одному. Продукт. Клингона. Арабский словарь. Примечания Меллоуза. Наконец-то чужой язык. Примечания ассистента. Нет, это из сериала. Примечания Меллоуза. Блин. Сырье. Англо-русский словарь. Режим. Тонко. Продукт. Книга. С соответствием различных человеческих кушаний для множества поводов и случаев. Инопланетным кушаньем для аналогичных поводов и случаев. С иллюстрациями человеческой и предположительно инопланетной еды. Описание человеческой еды дано на французском. Инопланетный записано международным фонетическим алфавитом на неизвестном языке. Примечания Меллоуза. Кто переставил на тонко? Ну, теперь мы хотя бы знаем, как накормить инопланетян, инопланетных гостей и как их еда называется. Опыты с 45 по 49 исключены из отчета. Сырье. Англо-русский словарь. Режим один к одному. Продукт. Английский словарь с записью слов азбукой Брайля и пиктограммами. Примечания Меллоуза. Мы получили некоторые представления об инопланетной еде и только-то нужно пересмотреть мою стратегию. Имя доктор Сато. Дата 21 января 2018 года. Предметы для обработки. Экземпляр карточки объекта. Засекречено. Сырьем. Экземпляр карточки объекта. Засекречено. Режим один к одному. Продукт. Ничего. Примечания до... Примечания. Доктор Сато склонен полагать, что продукт появился, но засекречено. Добрался до него раньше исследователей. Продолжение следует.